Светлана Иваненко Которая была раньше Например, в 18 лет почему-то Кажется, что если я буду Уменьшать свой возраст Тем самым я верну вот это состояние Ранней молодости Либо наоборот В более пожилом возрасте Вспоминается возраст зрелости Когда была успешность, когда была активность Энергичность Так вот мы это делаем, желаем, хотим Уменьшить свой возраст для того, чтобы Просто вернуть состояние Следующий вопрос Правильно ли оглядываться в прошлое И как это влияет на человека Потому что, естественно, что мы хотим Вернуть некоторые приятные моменты Но действительно ли нам это нужно Оглядываясь в прошлое Мы выпускаем ресурс настоящего Потому что энергичность И вот сила, и опора Она может быть только в моменте здесь и сейчас Очень часто Оглядываясь в прошлое и даже Больше живя там, считая, что Всё, что было лучшего в жизни Уже позади Но мы тем самым поворачиваемся Ну вот как будто бы на линии времени Поворачиваемся спиной к своему будущему Лицом к прошлому, спиной к будущему И тогда Ну пропадают цели, пропадает вкус жизни Потому что мы энергетически И своими силами, своим вниманием Находимся там далеко, ну где-то В своих прошлых годах Пытаясь вернуться в прошлое Мы уменьшаем свой возраст А есть ли какие-то моменты Которые нас старят? Ну вот это тоже один из моментов Который старит Потому что Ну я уже говорила, что Находясь в прошлом Мы энергетически туда помещаем Своё внимание, свои силы И здесь теряем ресурс Точно так же происходит Если мы чрезмерно зацикливаемся на будущем То есть если есть много тревоги По поводу будущего Много страха по поводу того, что будет Вот И есть ещё ловушки В которые мы попадаем Которые нас старят Это чрезмерная ответственность Контроль за взрослыми Допустим домочадцами То есть чрезмерное участие Вот Так же может стареть Груз непрожитых ситуаций Но опять-таки Если они грузом лежат Вот если они вспоминают А как это груз непрожитых ситуаций? То есть физически они прошли Фактически они уже давно завершились Но внутренние На уровне ощущений Мы их не отпускаем Да Вот и тогда вот этот эмоциональный груз Он лежит внутри Он тяготит И он тогда делает нас старше Ну фактически Какой-то частью своей души Мы остаёмся И много энергии уходит на то Чтобы удерживать в себе Вот этот Ну вот Непрожитый груз Многие из наших телетрителей Сейчас могут сказать Ну и ладно Ну и пускай я буду старше Зато буду казаться мудрее Действительно ли это на самом деле Есть так? Ну это не есть мудрость Потому что мудрость Как раз таки в моменте Здесь и сейчас В том чтобы опираться На нынешнее На своё настоящее На свой здешний ресурс И мудрость появляется тогда Когда из вот этого груза Извлечён какой-то урок и опыт И когда можно об этом прошлом Вспомнить с благодарностью И с теплом Светлана Вот вы только что нам назвали Причины по которым Мы неправильно возвращаем молодость А есть ли психологические приёмы Которые действительно помогут Быть более молодым Чувствовать себя молодым Даже в лет 70 Чувствовать себя на 20 Но не вредя своему внутреннему я На самом деле секрет здесь простой Он в том что На возраст наш Даже биологически Влияет возраст нашей души То есть то как мы себя Внутренне чувствуем Опять-таки Это естественное такое ощущение И чтобы оно было Чтобы вот эта внутренняя молодость Она сохранялась Вот важно Во-первых Чего-то хотеть Чего-то желать Смотреть в будущее Стремиться к чему-то Стремиться к чему-то Ну и продолжать Удивляться Изумляться Этой жизни Вот выражение Известное Будьте как дети Оно о том что Вот внутри нас Есть три Ну скажем так Части Да Внутренний ребёнок Внутренний взрослый Внутренний родитель Так вот Мы становимся И кажемся Очень Ну гораздо старше Когда Вот Ну скажем так Внутренне Превращаемся В большинстве Своём В родителя То есть такого Контролирующего Человека Который Живёт преимущественно Тем Чтобы там Следить за правильностью И не допускает Вот этой вот Детской своей части Насколько полезно Возвращаться от детства Потому что Многие из нас Хоть раз в жизни Слышали Не веди себя Как ребёнок Да Есть такое выражение Ну вы знаете Оно Ну вот Возвращаться в детство Даже полезно Иногда Для того Даже не само детство Не детское поведение Полезно А полезно Вот это состояние Ну Вот такой искренности Эмоциональности Умение свободно Смотреть Открытыми глазами На мир Способность Изумляться Тому что видишь Вокруг Вот как раз таки Это тот ресурс Который Хотя бы иногда Можно использовать Для того чтобы Восстанавливать В себе Вот Вот эту вот Ну Спонтанную Детскую часть Некоторые женщины Мужчины для того Чтобы чувствовать себя Моложе Пытаются Соответствовать Молодёжному стилю Стилю подростков Они выбирают Или молодёжный стиль Одежды Или прическа Макияж Вот насколько это помогает Действительно ли это нужно Или можно оставаться В своём собственном стиле По своему возрасту А душой Оставаться молодым Здесь наверное Нет правил Для меня вот скорее всего Соответствует Своему возрасту Но если Это помогает Вернуть состояние Это опять таки Тоже о чём мы говорили Да Ведь Используют Детскую Ну Подростковую Молодёжную одежду Для того чтобы Послучить состояние Ну я чувствую Так себя Как когда-то Да Если это помогает Ну ради бога Но это конечно Выбор каждого Я думаю что Теперь наши телезрители Точно будут знать Что нужно иногда Возвращаться в детство Нужно чувствовать себя молодым Хотелось бы от вас Один небольшой совет По поводу того Такой содержательный Как всё-таки Выглядеть И быть молодым Чтобы это было Для тебя полезно Неплохо Ну и не выглядеть Странно Со стороны окружающих Ну во-первых Позаботиться О внутренней экологии Экологии души Освободиться От вот этого груза Непрожитых переживаний Во-вторых Принимать свой возраст Потому что Секрет на самом деле В том чтобы принимать Реальный текущий возраст Потому что Вот на него В нём как раз таки Много очень Ну вот Силы Уверенности У каждого возраста Своя прелесть Вот это наверное Самый главный секрет То есть не убегать вперёд Да Слишком мудрый И не возвращаться Не зависать В детских переживаниях То есть нырять туда Но возвращаться Спасибо вам большое Напоминаю нашим телезрителям Что в студии Нового дня Была Светлана Иваненко Психолог Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин